Возмутительными и оскорбительными назвали в Кремле обвинение Белого дома в адрес российского президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление, которое накануне сделал официальный представитель администрации американского лидера Джош Эрнест, о том, что Владимир Путин якобы причастен к коррупции. Ранее таким же громким высказыванием отметился замминистра финансов Соединенных Штатов. По мнению Пескова, подобные ничем не подкрепленные заявления связаны с предстоящими, хоть и не так скоро, президентскими выборами в России, а также набирающие обороты предвыборной кампании в самих США. Заявления моего коллеги в Белом доме мы считаем неприемлемыми с точки зрения общей практики международных отношений. Мы считаем это заявление возмутительным и оскорбительным. Подобные оскорбления в адрес главы государства, голословные, это настолько очевидно, что, честно говоря, трудно поддается какому-то анализу. Для нас это абсолютно невозможно даже представить. Я честно скажу, что если бы я, например, допустил подобные оскорбления в адрес президента США, меня бы уволили. Мы видим, что за океаном началась подготовка к нашим выборам. До президентских выборов в России еще далеко, больше двух лет. Но подготовка, судя по всему, началась. Ясно, что аккумулируется негатив в отношении главы нашего государства, который используется для оказания давления и влияния на ход будущей избирательной кампании в Российской Федерации. И даже не зная того, имеет ли Путин намерение баллотироваться дальше или не имеет, все равно на всякий случай априори такая очернительная кампания уже началась. Но все это не повлияет никак ни на Путина, ни на Россию. Комментируют заявления, прозвучавшие в Вашингтоне, и политологи. Эксперты называют все подобные высказывания не просто голословными. Они считают, что в США предпочитают валить с больной головы на здоровую. Ну вот давайте посмотрим на Соединенные Штаты. Администрация Обамы побила рекорд. В полном смысле побила рекорд по назначению на посты послов своих политических союзников. Значительное большинство из них – это крупные финансовые доноры компании Обамы. Обама, однако, назначил больше людей с такого рода политической финансовой биографией, чем предыдущие американские президенты. По этому поводу в Америке многие говорят, что это нецелесообразно, что это мешает профессионализму американской дипломатической службы, что вообще нельзя распродавать посольские посты. Но вот я не видел, чтобы даже политические противники Обамы по этому поводу говорили о коррупции. Потому что коррупция – это и есть нарушение закона.